Авиация ВСУ изменила тактику, благодаря которой выживаемость авиации стала лучше, а удары по противнику усилились. Это стало возможным благодаря предоставлению нам американских противорадарных ракет AGM-88. Спикер командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что теперь мы можем мочить противника более свободно. Сначала с помощью ракеты AGM-88 выводятся из строя системы ПВО, а потом залетает наша авиация на позиции и устраивает концерт Кобзона по многочисленным заявкам фанатов. Новая тактика позволяет тактической авиации наносить мощные авиаудары. Это делается ежедневно. 10-15 ударов по противнику в день. Работа украинской авиации является важной составляющей при поддержке пехоты, и обходиться без нее никак не получается. Раньше пилоты были менее защищены от ПВО, а районы полетов были жестко ограничены. Каждый вылет таил в себе большие риски как для техники, так и для экипажей. Пока AGM-88 расправляются с зенитками, новые поступаемые к нам системы ПВО нивелируют возможности вражеских истребителей. Вот вчера за день грохнули три вертолета К-52 и один самолет. Причем дальность закрытия неба увеличивается и охватывает все глубже оккупированных территорий. Благодаря новой тактике пехота все больше может полагаться на авиацию и запрашивать ее поддержку в особо трудных районах. А для противника это очень плохие новости, потому что авиация поражает быстро и может накрывать большие квадраты местности.